В эфире город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с лучшими нашими согражданами, с людьми, которые совсем недавно в день рождения города получили из рук главы города Елены Владимировны Лапушкиной награды. Награды, конечно же, за заслуги перед городом. Сегодня у нас в студии Сергей Слепенчук, электромеханик по обслуживанию сетевых устройств систем безопасности Самарского метрополитена. Так коротко назову его. Добро пожаловать, Сергей Геннадьевич. Спасибо. Скажите сразу первый вопрос. Ждали награду такую? Честно говоря, не ожидал я, что получу такую награду. Неожиданно получил ее. Меня, конечно, предупредили где-то за две недели, что меня хотят наградить. Но для меня это было неожиданностью. Ну, смотрите, каждому же мужчине, вот мне кажется, важно получать награды. Мужчина, он же сильный, он должен там медали носить. А вы что, считали, что недостаточно заслуг для города имеете? Почему неожиданность? Нет, я не считал, что недостаточно. Просто в таком ключе-то я даже и не думал. Обычно внутри предприятия есть различные грамоты и благодарные письма. Да, отмечали. Да, как и на этой работе, и на предыдущих есть тоже благодарности и награды есть. А тут раз и на уровень города. Да, это было неожиданно. Да, и я вот перед эфиром выяснила, что Сергей Геннадьевич-то вообще-то не коренной самарец. Он аж из Узбекистана приехал к нам из Черчика, из самого. Из Черчика, да. Да, и живет в Самаре уже, опять я... Ну, 24 года. ...могу посчитать. 24 года, да. Ну, а вы как себя сейчас ощущаете? Вот тянет куда-то на родину или вы уж прям самарские? Ну, вообще для меня Самара сейчас родиной стала. Я уже здесь привык. И как бы, ну, самый родной для меня край. Давайте про работу вашу поговорим. Я когда читала электромеханик по обслуживанию сетевых устройств, систем безопасности. Ну, так немножко сложно звучит для обывателя, наверное, но слово безопасность звучит хорошо и спокойно, да? Да. Вот скажите, пожалуйста, Орион провод, система, которую вы используете в своей работе, это вообще про что? Как она выглядит? Ну, Орион ПРО – это достаточно такая гибкая интегрированная система, которая с помощью нее управляют на объектах сигнализации охраны, пожарной, системой управления доступом, системой пожаротушения. То есть она выглядит приблизительно, сама система, она как бы виртуальная, то есть состоит из программных модулей. И также к ней подключается различное оборудование, например, сердцем этой системы можно назвать это сервер, где хранится база данных. И у нас в метрополитене на каждой станции есть автоматизированные рабочие места, называются. Ну, это, по сути, компьютер с монитором. Ну, с человеком же эти места? Ну, естественно, да, естественно. Опять, ну, на разных станциях немножко есть различия, по-разному. Вот. И уже на станциях также есть различные охранные сигнализации, пожарные, пожаротушения сигнализации. И на самом мониторе, вот, на АРМе интерактивная система такая. То есть оператор или дежурный, он онлайн видит все, что у него происходит на объекте. Помещение все там, все датчики расположены, то есть какое у меня состояние. Включены, в тревоге, все, как он онлайн видит. И также по сети этот АРМ передает все данные на сервер. Там уже в базе данных это все сохраняется. Вот. И, собственно, моя вот задача. Да, вы-то в каком месте находитесь? Я обеспечиваю бесперебойную работу этой системы. Вот. То есть слежу ежедневно за всем оборудованием, как удаленным доступом, так же и бывает, посещаю объект непосредственно. Удаленным, это вы дома сидите, смотрите, в экранах? Нет, не дома, нет. У себя на участке, у меня, допустим, на участке тоже стоит АРМ, который также подключен к серверу. И вся информация, которая с объектов приходит на сервер, она также передается и на мой АРМ. И я там вижу абсолютно все, что происходит на всех объектах, во всех помещениях, где что происходит. А вот эта система, она охраняет метро от чего? От пожара? Ну, во-первых, от пожара, да. Во-вторых, от проникновения посторонних каких-то. А, в том числе, да? Да, это охрана, сигнализация различного типа датчики, то есть, чтобы злоумышленники не проникли. Потом система управления доступом, то есть, везде двери закрыты на электронные замки. И, вот, и чтобы пройти, у каждого сотрудника есть ключ электронный, видит пропуска. Вот, он индивидуальный, при устройстве на работу каждому сотруднику выдается. И с помощью этого ключа он, приложив к считывателю, может либо пройти в помещение, если ему туда положено проходить, либо он не может туда пройти, если ему не положено. Это все настраивается, вот, в администраторе базы данных, каждому сотруднику настраивается уровень доступа. Куда ему доступ разрешен, куда ему доступ не разрешен. А вот за то время, пока вы работаете в метро, были какие-то серьезные ситуации, которые пришлось прям решать вам в вашей области, в вашей сфере какие-то нарушения? — Вы имеете в виду выход из строя оборудования или вы имеете в виду проникновение? — Я имею в виду вообще все. Что-то страшное случалось? — Ну, страшное. — Пожара не было, да? — Пожара не было. — Прекрасно. — Ну, незначительные бывали задымления. Вот, ну, все срабатывало, все сотрудники реагировали вовремя. — То есть, все вы даже проверили, что система работает, все отлично? — Да, конечно, конечно, да. Ну, она не только именно на пожар срабатывает. Бывает, там какие-то работы ведутся, в результате которых пыль идет. Они тоже на эту пыль могут. А систему эту мы проверяем вообще регулярно. То есть, работоспособность системы проверяется у нас ежемесячно. Вот, фактически. Поэтому такого, чтобы оказалось, что что-то не работает, такого не бывает. — Ну вот, значит, вы хорошо следите за вашей системой. — Ну, это не только я, это весь коллектив в этом участвует. — Сергей Геннадьевич, а вот относительно пассажиров метро, может быть, какие-то советы, вот, например, увидели они из-за задымления, возгорания, наводнения. Куда бежать-то сразу, что делать? — Ну, на станциях есть кабинки экскалаторов. У них связь с дежурной по станции. То есть, самое ближайшее — это обратиться, если увидели что-то, к дежурному по эскалатору, она сразу сообщит дежурный. Поэтому там проблем не будет. — Восемь лет назад, когда вы пришли только восемь, да, мы бы с вами посчитали работать в метрополитен, он, наверное, был немножечко другой, да, нежели сегодня? Станции, наверное, поменьше было. — Ну, вообще, он уже, когда я пришел, как раз открыли станцию Алабинскую последнюю. — А, то есть вы уже на нее пришли? — Да, я уже на нее пришел. Ее только открыли, я как раз в это время пришел. Пока сейчас начали строить новую театральную станцию, но это пока впереди. Ну, Алабинская станция, конечно, отличается от других станций, потому что есть станции более старые, которые давно построили, и оборудование там уже значительно постарее, на Алабинской более современное оборудование. И сейчас там тоже ведутся работы, вот второй вестибюль делают, там тоже новое оборудование устанавливают, так же, как и охрана, так же искут, и оно уже на порядок выше, чем установленное оборудование было ранее. Потому что, если вот, допустим, на других станциях везде в основном, чтобы сотруднику пройти через какую-то дверь или калитку, ему нужно прикладывать пропуск. На новом вот вестибюле Алабинской там уже, помимо пропуска, будет еще отпечаток пальца. Ну вот, а на театрале, наверное, еще надо будет глазом подмигнуть. Возможно, еще что-то будет. Сергей Геннадьевич, давайте еще про Самару тогда поговорим. Коль вы теперь уже прям вот самарский, да? Я знаю, что... Самарец. Самарец. Я знаю, что вы любите снимать видео, и... Да. Это про что? Вот все-таки это про Самару, это про любовь к городу, или про любовь... Это что это? Все равно же это любовь к чему-то, правильно? Я вообще с детства люблю путешествовать. Я и когда был еще в школе учился, мы постоянно с друзьями ходили в горы всегда. И сейчас во время отпуска мы тоже предпочитаем ездить куда-то, и тоже ходим везде, и следуем, и в горы. И, ну, нравится нам всей семьей. Да, туризм нравится. Ну, и, соответственно, всегда со мной и камера, и фотоаппарат. Снимаю, фотографирую, вот, монтирую потом ролики. Ну, это меня увлекает, такое хобби. Ну, это видно, потому что я, когда готовилась к программе, как раз нашла в интернете вот ваш YouTube-канал, и там много всего интересного. Просто, ну, чувствуется сразу вот по вашему отношению, что вы любите все то, что как раз снято вами. Ну, что ж, Сергей Геннадьевич, я благодарю вас за участие в программе, за нашу безопасность в метро, и пусть, пожалуйста, так будет всегда. Будем стараться. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. У нас новый гость в студии. Это Вячеслав Алексеев, директор школы номер 86 городского округа Самара. Человек, который также получил награду из рук главы города, и который очень много для этого города сделал. Он, правда, сам так не считает. Сейчас мы как раз обсуждали с Вячеславом Геннадьевичем перед эфиром. Он говорит, нет, 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 я ничего такого особенного не совершил. Но, на самом деле, я думаю, что люди видят и понимают, кого наградить, за что наградить. А сколько лет вы работали директором? В школе 86, это Кировский район, рабочая окраина, самая крупная школа Кировского района. Я проработал директором 34 года. До этого я еще 4 года работал директором в Венгрии, в большом советском военном гарнизоне. Так что, в целом, у меня директорский стаж 38 лет. Ну, говоря о том, какой я вклад внес, я согласен, что немалый. Вместе с тем, я хочу отметить, что у нас в Самаре очень крепкий такой, очень подготовленный, сильный директорский корпус. И мне сейчас хотелось бы назвать вот несколько директоров нашего района и других, которые сделали прекрасные школы, большую работу провели. Вот недавно от нас ушла Софья Ивановна Крит. Это человек, который 30 лет отработал директором 101-й школы, но настолько она срослась со своим детищем, когда она ушла на пенсию, она вернулась в школу и еще 10 лет работала в школе, но не директором. Или Тамара Николаевна Фролова, Валентина Владимировна Силантьева, Юрий Степанович Плошкин. Они проработали много лет, они создали прекрасные педагогические коллективы. И тоже врачи им уже говорили, пора уходить. Нет, они работали вот в буквальном смысле слова до последнего. Вячеслав Геннадьевич, я воспользуюсь правом ведущей, отберу у вас микрофон, потому что мы сегодня хотим все-таки про вас поговорить. Я понимаю ваше желание отметить достойных людей. Вот скажите, 34 года вы работали здесь в школе. Вот ясно, что она за это время менялась. Глупо было бы спрашивать, а менялась ли она. Она менялась так, как вы это запланировали, так как было вот ваше видение, какое должна быть школа, или как время требовало? Ну, образно говоря, директор – это садовник, а школа – это сад. И вот у каждого садовника есть свое видение этого сада. И также и у меня тоже было видение этой школы, как я предполагал, что хотел я там создать. И вот именно от этого садовника, от директора, конечно, очень многое зависит, каким будет сад. Или он будет цветущим, или это будет какой-то пустырь. Видение было, но есть реальные возможности, которые позволяют что-то сделать директору, а что-то не позволяют. Я использовал все, что можно для того, чтобы эту школу превратить вот в цветущий такой вот школьный сад. Что-то удалось, что-то нет. Но прежде всего директор должен, идя в школу, любить детей, понимать их. Да, странно было бы. Уважать родителей и учеников, и учителей уважать. Вот это самое главное. Если это и есть, то у него все получится. Вы сказали, что что-то можно сделать, что-то нельзя. А что удалось-то все-таки? Чем вот ваша школа, я знаю, что она много, чем на самом деле отличается от других? Ну, в первую очередь нужны помощники, нужны люди, которые… Нужна команда. И когда в процессе я начал формировать эту команду, то у нас возникли всевозможные идеи. Вот пришла одна женщина, говорит, вы знаете, а вот здесь недалеко от школы конный парк авиационного завода, а там 14 лошадей, и можно было бы организовать для детей конно-спортивную школу. Я за это зацепился. Начал звонить директору авиационного завода, хотя я его не знал. Он говорит, а вы к нам вообще какое имеете отношение? У вас шеф и завод «Прогресс», авиационный завод не шествует над вами. Я говорю, понимаете, дело такое, что надо использовать для детей. Во что бы то ни стало, конно-спортивная школа, ваши лошади там просто простаивают. Короче, он меня понял, Виктор Павлович, назначил мне время. Я здесь как раз сломал ногу, пришел к нему на двух костылях. Он удивился, поразился. Садитесь, садитесь, пожалуйста, все, что нужно, я сделаю. Я говорю, вот так и так. И вот таким образом мы создали конно-спортивную школу, которая работала 5-6 лет, очень хорошо. Но потом возникли проблемы с финансированием авиационного завода, и, к сожалению, этот парк закрылся. Но 5-6 лет это было, это я приходил туда часто и видел счастливые лица, детей, которые ездили на этих лошадях, устраивали соревнования, праздники. Вообще, вы знаете, какой один из главных показателей работы школы? Вы сейчас скажете, результаты ЕГЭ. Ну нет. И ошибетесь. Вот, я считаю, что одним из результатов ЕГЭ, конечно, важные, но одним из очень важных результатов являются лица детей. Вот они радостные, они счастливые. Это субъективный показатель, Вячеслав Геннадьевич. Ну это очень важно. Согласны с вами. Очень много фотографий, вы посмотрите. Согласны с вами. Я часто, как директор, выходил в коридор, ходил по школе, смотрел, дежурил. И вот я смотрел всегда на лица детей. Если эти лица были оптимистичные, приятные, радостные, если бесконфликтные, я знал, что значит, мы делаем хорошо свое дело. Какие еще новшества вы ввели в школе? Мы создали эстетические театральные классы. И, например, Артем Абрамов после девятого класса, завершения театрального класса, он поступил в табакерку московскую. И сам Табаков ему через несколько лет уже есть фотографии, вручил, аттестат, он сейчас известный артист и все. У нас были очень хорошие связи со школой искусств. У нас развивались всевозможные таланты в этой сфере. Далее мы создали киностудию «Ракурс». И это у нас очень талантливый учитель математики по сельской, который возглавил эту студию. И мы закупили для нее необходимое оборудование. И мы стали снимать небольшие фильмы. Причем в этих фильмах пришлось даже мне участвовать. Я написал два сценария небольших для этих фильмов. В двух фильмах я даже участвовал как актер. Догадываюсь, что вы, наверное, играли директора. Нет, в одной роли я играл Деда Мороза. В другой роли я играл космонавта. Ну, в общем, сказали, что хорошо. Я говорю, вы просто меня льстите. Но нет, им понравилось. И эта киностудия сделала очень много роликов интересных. Мы заняли городские, областные места на различных конкурсах. В общем, это была интересная работа. Она и сейчас до сих пор продолжается. Это вот в области, так сказать, эстетического и нравственного воспитания. А вот еще одно направление, направление очень важное. Это есть направление такое патриотическое. И патриотизму мы всегда уделяли большое внимание. Когда я учился в школе, в 163-й, заканчивал ее директором 163-й школы, был Андрей Николаевич Шнылин. Он был фронтовик и вел у нас литературный кружок. И я запомнил его тогда слова. Он сказал, я помню слова Горького, что Горький сказал, что если будет война с фашизмом, я пойду воевать рядовым. И вот когда в 1941 году Андрей Николаевич учился в институте, началась война, то он пошел рядовым. Он был фронтовиком, сражался под Москвой. Потом стал директором, учителем литературы. У него были замечательные уроки. И вот этот Андрей Николаевич Шнылин был для меня своего рода, вы знаете, каким-то образцом буквально, так сказать. Я идеалом своего рода директора. Поэтому у меня были определенные ориентиры. И патриотическим воспитанием я считал, нужно заниматься постоянно. И когда я познакомился с директором музея имени Фрунзе Гончаровым, Андреем Александровичем, то мы создали музей войны 1819 года. Это достаточно уникальный музей. В городе только есть два музея таких. Когда наша глава города Елена Владимировна приехала к нам в гости, я ей показал этот музей. И она тут же написала в сетях, что, пожалуйста, сотрудничайте с 86-й школой, там замечательный музей. И устраивайте экскурсии и поездки в эту школу, потому что у них уникальный музей. Ну вот этот музей. Казачьи классы тоже. Это не новинка. Во многих школах сейчас есть казачьи классы. Есть они и у нас. Ну, здесь много можно перечислить. Ну, много всего, на самом деле, даже уже то, что вы перечислили. А скажите, пожалуйста, Вячеслав Геннадьевич, особенно касаемо, ну, наверное, последних вот уже лет работы, как складывались отношения у школы с родителями? Потому что это сегодня такой непростой вопрос. Да, действительно. В последние годы родители изменились, так сказать. Стали более критично смотреть на работу педагогов, на работу администрации. Это уже не те родители советского, так сказать, покроя, которые считали, что любое слово педагога, закон, сказал директор, все, это должно быть. И как вы решали эту проблему? Я скажу, что это не проблема. Большинство наших родителей прекрасные родители. У меня с ними и у учителей замечательные отношения. И все хорошо. Но вот появилась определенная группа родителей, которые не имеют даже образования. Не имея, уж не говоря о педагогическом. У них большой опломб, большие амбиции. Они, значит, поняли, что можно использовать средства связи. И они приходят и, например, говорят, мне это не нравится. Если вы это не переделаете, я буду звонить в департамент образования. Ну, хорошо, что сейчас департаментом образования руководит, вот ее недавно назначили, Ирина Николаевна. Это директор, бывший директор третьей школы. Она 20 лет была там прекрасным директором. Система узнает изнутри. И она знает эти звонки, понимает, какие люди делают эти звонки. Но работать с такими родителями, конечно, сложно. Вы знаете, какая существует вообще общероссийская, я бы сказал, проблема? У нас не существует системы педагогического образования родителей. Вот понимаете, я пришел к роду такого, что вот появился в семье ребенок, исполнилось ребенку год-два. И родители уже должны проходить какие-то курсы. А делать-то что? Мы имеем то, что имеем. Нужно все равно с родителями как-то контактировать. Мы, конечно, контактируем. И вот у меня нет вывески на двери, что прием родителей, например, в четверг, так сказать, один раз в неделю. Для родителей у меня кабинет был открыт. С путем коммуникации. Да, был открыт постоянно с утра и до вечера. И я даже учителей не всегда принимал, а вот родители постоянно. Методом беседы, разговора, убеждения. Вот. И, в общем-то, родители... Получалось. Получалось, да. Родители в конечном счете мы приходили к какому-то консенсусу, так сказать, и единому мнению, что вот надо так, а не по-другому. Здорово, что получается. Мы сейчас уже с вами будем прощаться со зрителями. У меня последний вопрос. Вот мы сейчас живем фактически на обломках того, на чем вы выросли. Ну, и про идеологию можно говорить, и про много чего. Но я же вижу, что вы оптимист. На что вы надеетесь? В чем ваша главная вера? Да, я действительно оптимист. И когда учителя устроили мне проводы недавно, вот они именно это подчеркивали. Я говорю, а что вы так доплачете, если вы расстаетесь с оптимистом? Надо с оптимизмом смотреть вперед. Я верю в прогресс, верю в культуру, верю в науку. И я думаю, что вот это все, благодаря этому всему, мы воспитаем замечательных детей, которые продолжат славную историю нашей Родины. Вячеслав Геннадьевич, я с удовольствием от себя и от лица наших зрителей еще раз поздравляю вас с получением этой награды. Живите, творите и воплощайте свою веру в жизнь. Спасибо большое. Это был город ТЭС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова